На московских улицах сегодня снова появились автомобили с непривычно голубыми наклейками. Надпись «Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу» занимает половину лобового стекла. Во всемирный день отказа от машин активисты движения «Наши» с новыми силами бросились отвоевывать городское пространство у тех, кто с их точки зрения игнорирует правила парковки. Александр Шишко увидел, что из этого получается. Как вы видите, из-за этого автомобиля создалась большая пробка. Там направление направление. И в том направлении. После небольшого затишья они вновь ринулись в бой, сменив красные наклейки на голубые. Активисты движения «Наши» вышли на борьбу с нарушителями парковок. Им не помеха проливной дождь. Все в непромокаемых куртках. А вот стикеры на мокрое стекло. Оказалось, клеить сложно. Ну, держимся. Конкретно можно водителя. Я думаю, девушка задумается все равно. Хотя бы над надписью. На улице правдой, что практически в самом центре Москвы наклейками они увешивают чуть ли не каждый второй автомобиль. Здесь десятки офисных зданий, а парковок нет. Вот и ставят водители машины, где попало. Когда хозяева увидели, что все вокруг стало голубым, тут же повыскакивали из зданий. Почему вы считаете, что здесь можно? Я ничего не считаю. Вы сейчас говорили, что здесь можно. Водитель Антон припарковался прямо на пешеходном переходе. На просьбу уехать не реагировал. Только после того, как на его машину приклеили стикер, решил сдвинуться. Над не такими методами просто надо действовать. Я говорю, надо брать эвакуатор, надо брать наряд ДПС и эвакуировать машину. Только так. Когда человек один раз свою машину на стоянке поищет, на штрафной, тогда только. Он в следующий раз подумает. А эта женщина вообще не хотела менять место парковки. Ей вполне комфортно и на проезжей части, ведь рядом работа. Но когда активисты достают голубую эмблему, начинает их давить и уезжает. А как вы определяете, какая машина неправильная, а какая правильная? Вот там стоит знак, запрещающий парковку. То есть по этой стороне вообще запрещено парковаться. Голубую метку они ставят и на этот милицейский автомобиль. Их не смущает, что рядом ходят инспекторы, которые тут же срывают наклейку. Активисты лепят ногу. У них свои аргументы. Машина стоит на тротуаре. При этом возле хранилища Центрального банка. Я непонятно объясняю. Есть договоренность. Есть дислокация. Постан. Недовольных действиями активистов уже сотни. Кто-то сразу бросается с кулаками. Другие обращаются в правоохранительные органы. Нас забирают милицию, мы пишем объяснительные. И так как нет состава преступления, мы не нарушаем ни одного пункта кодекса об административной ответственности. Мы продолжаем эту деятельность борьбы с хамством на дорогах в такой форме. Суд на нас еще ни разу никто не подавал. Таких случаев не было. Сегодня на улицу они вышли не случайно. В день отказа от машин. Активисты еще раз целым взводом решили напомнить, что парковаться нужно по правилам. Эта акция была самая массовая. За последнее время в ней участвовало около 300 человек. Но автомобилистов в Москве не тысячи, а миллионы. И даже такой активности от движения наши они не замечают. По-прежнему стоят машины во дворах, на тротуарах и проезжей части. Александр Шишко, Андрей Пчеловодов. Вести.